Женщины из села Курек Мангостаусской области смогли осуществить свои мечты благодаря государственно-частному партнерству. В рамках социального проекта развития предпринимательства в селе они научились делать красивые сувениры из войлока и узнали, как на этом можно заработать. В результате кто-то устроился на работу, остальные задумались об открытии бизнеса. А на днях рукодельницы представили свои первые творения и не прогадали. Их товар ушел всего за пару часов. Это первая ярмарка продажа в их жизни. Готовились женщины к ней тщательно и тематику выбирали новогоднюю. 20 рукодельниц показали, кто на что гораст. Сумки, теплые тапочки, головные уборы, бижутерия и сувениры. Я поражен разнообразием этой выставки. Все сделано аккуратно и качественно. Видно, что делали с душой. Я вот хочу дочке купить теплые башмачки. Таких она точно не замерзнет. Я себе прикупил казахскую тюбетейку. Сейчас еще друзьям из Италии что-нибудь присмотрю. Уверен, им тоже понравится. Одна из участниц ярмарки Камажай Абишева поразила своим талантом. Поделки 27-летней рукодельницы, не похожие на остальные. Эксклюзивное видение отметили даже в Союзе ремесленников Казахстана. Она практически ежедневно работает, закрывает свою комнату, никого не пускает. То есть погружается в этот мир, в особый. Она делает то, чего мы даже ее не учили. Потому что у человека есть внутренняя потребность и желание сделать красивую вещь. Цель проекта не просто обучить женщин ремеслу, а научить их зарабатывать. В течение полугода женщинам преподавали не только искусство рукоделия, но и арт-маркетинг, что поможет преодолеть неуверенность в себе, поверить в собственные силы и научиться продавать сделанное своими руками. Я сейчас составляю бизнес-план. Хочу открыть цех по производству сувенирной продукции и взять на работу односельчанок. В селе много шерсти, которую раньше просто сжигали. А я ее буду выкупать по символической цене. Организаторы проекта пообещали лучшим мастерицам выделить средства на открытие своего бизнеса. И это только первая ласточка социального проекта развития предпринимательства в селе. В следующем году специалисты возьмутся за обучение безработной молодежи. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Мангистауская область.